ОМТВЮА про Головне. Очень критически высказывались о политике Запада по отношениям с Россией. Действительно, многие аспекты, которые вы затронули, действительно требуют очень глубокую критическую дискуссию. В то же самое время мы знаем, что отношения между государствами или человеческими отношениями обычно ошибки совершают обе стороны. Поэтому у меня вопрос такой. В последние 15 лет какие вы видите ошибки российской политики по отношениям с Западом? И что нужно делать, какие выводы нужно делать, по вашему мнению, для будущего этих отношений? Значит, самая главная ошибка с нашей стороны в отношении с Западом, что мы слишком вам доверяли. А ваши ошибки заключаются в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием. Но вот нужно, понимая это, перечеркнуть то, что было, перелистнуть эту страницу и идти дальше, основывая наши отношения на взаимном уважении и относить друг друга к равноценным, равноправным партнерам. В 1905 году Российская империя фактически проиграла Японию войну, которую сама же ей и объявила. 86 тысяч погибших, 173 тысячи раненых, потоплено и пленено два флота, утерян порт Артур и половина Сахалина. Великобритания, США и Германия приложили огромное усилие, чтобы склонить Японию к подписанию мира с Россией, который фактически констатировал ничью. Этот мир был подписан в Портсмуте, США, при том, что после Цусимы поражение России было очевидно даже самым твердолобым патриотом. Россия же осталась недовольна итогами этого мира, а его выгодность для себя, которую невозможно было отрицать, полностью приписала невероятным дипломатическим талантам Сергея Витте и самого Николая II. 1 августа 1914 года Германия в связи с отказом России отменять всеобщую мобилизацию объявила ей войну. Началась Первая мировая. Союзники России – Великобритания, Франция и с 1917 года США взяли на себя основную тяжесть войны. Все главные битвы происходили на Западном фронте. Там и были сосредоточены основные силы Германии и Австро-Венгрии. В 1918 году Россия, которой в тот момент руководил Ленин, в одностороннем порядке, вопреки требованиям ее союзников, подписала с Германией предательский сепаратный мирный договор, так называемый Брестский мир, и вышла из войны. В 1921 году в России в связи с разрухой и политикой военного коммунизма начался голод. Голодало около 40 миллионов человек. Западные страны пришли на помощь Советской России, несмотря на идеологические разногласия и предательство в 1918 году. Масштабы помощи были впечатляющими. Так, например, правительственная организация American Relief Administration, АРА, кормила 6 миллионов 99 тысяч 574 человека. Американское общество квакеров – 265 тысяч человек. Международный Save the Children Alliance – 259 тысяч 751 человека. Нансеновский комитет – 138 тысяч. Шведский Красный Крест – 87 тысяч. Германский Красный Крест – 7 тысяч. Английские профсоюзы – 92 тысячи. Международная рабочая помощь – 78 тысяч человек. К 1 июня 1922 года в голодных губерниях было открыто 7 тысяч советских столовых, а столовых иностранных организаций – 9,5 тысяч. К осени 1922 года АРА закупает белье и обувь, невостребованную армией США, для раздачи ее в Советской России. До конца 1922 года усилиями входящих в АРА организаций была оказана помощь более 10 миллионам человек. Помимо продовольственной помощи, АРА также оказывала помощь в налаживании медицины, вакцинации и борьбы со вспыхнувшими эпидемиями. Представительства АРА были открыты в общей сложности на территории 38 губерний РСФСР. По оценкам нарком внешторга, АРА ввезла 36,3 миллиона пудов продовольствия, медикаментов и одежды общей стоимостью 136 миллионов рублей с золотом. Для питания голодающих было открыто более 15 тысяч столовых. В пик активности на АРА работало 300 американских граждан и более 120 тысяч советских граждан. После того, как голод победили, российскими властями капиталистический Запад был объявлен главным врагом Советской России и началась беспрецедентная пропагандистская кампания по подготовке войны с Западом. Ленин заявил, что они продадут нам веревку, на которой мы их повесим. В 1941 году в результате авантюристической внешней политики Россия оказалась одна, без союзников, в состоянии войны с Германией. Осенью 1941 года немцы подошли к Москве. Великобритания и США пришли на помощь России. Была оказана беспрецедентная помощь, в том числе так называемый ленд-лиз, оружием, сырьем и продовольствием. Общий размер помощи составил 12 миллиардов долларов в ценах 1941 года. Или 200 миллиардов долларов в современных ценах. Россия погасила лишь 7% этой суммы, и то лишь в начале 90-х годов. Остальной долг был списан союзниками. Сразу после победы в 1945 году Советская Россия взяла курс на конфронтацию и подготовку к Третьей мировой войне. Несмотря на разруху, она отказалась от участия в плане маршала и запретила участвовать в нем своим марионеткам в Восточной Европе. Только смерть Сталина предотвратила военное столкновение, катастрофические последствия которого, с учетом обладания обеими сторонами ядерного оружия, нетрудно представить. В 1989-91 годах Россия стояла на пороге реального голода, который был вызван абсурдной экономической политикой российских советских властей. Запад пришел на помощь России. Ей была оказана гуманитарная помощь прежде всего продовольствием. Только в 1991 году злостные англосаксы и подконтрольные им государства бесплатно предоставили России 241 тысячу тонн продовольствия. Помимо этого были выделены льготные кредиты для закупки у США зерна по ценам ниже рыночных. Большую помощь оказала Россия и Германия. По всей Европе неправительственные организации собирали посылки для России. Теперь жители РФ об этом забыли. Теперь принято считать, что никакого голода не было и не могло быть. А западная гуманитарная помощь, в очередях, за которые люди друг другу чуть глаза не выцарапывали, была не нужна. Как только Россия чуть-чуть оклемалась и нарастила жирок, она тут же снова вступила в конфронтацию с Западом. Теперь она снова в кольце врагов. И коварный Запад, оказывается, все время только и думает, как прикончить Россию. Захватить ее территорию, а ее население поработить или лучше уничтожить полностью. Что-то не складывается в этой легенде. Как-то не стыкуется она с реальным положением вещей. США и Европа возятся с Россией как с собственным родственником. А Россия, так и не сумев повзрослеть, во всех своих бедах обвиняет ближних. Вашингтон-Пост называет результаты встречи скромными. Гардиан утверждает, что, назвав си диктатором, Байден поставил точку в соприкосновении с Пекином. Гран-визит обернулся большим пшиком. Во всяком случае, для Белого дома. Какие выводы сделал Пекин, будет понятно в ближайшее время.